Мир вам, дорогие братья и сестры! Попросим, чтобы он был с нами и благословил это служение. Попросим, чтобы он был с нами и благословил это служение. Благослови оркестр, который будет играть Тебе, воспевать Тебе. Благослови каждого из нас, кто сегодня пришел в Дом Твой помолиться Тебе, открыть перед Тобой сердца наши, воззвать к Тебе, Господу нашему. Благослови, Господи, наших братьев и сестер, кто остался по домам, кто находится в болезнях, кто находится в трудных обстоятельствах, и Ты знаешь, Господи, каждого из них поименно. Благослови также наших братьев и сестер по всему лицу земли, где волнение, где переживание, где гонение, где войны происходят, чтобы в этот день воскресный мы действительно были в духе, услышали Слово Твое и могли прославить Тебя. Благослови, Господи, все это служение, и каждого из нас благослови, и да будет имя Твое возвеличено и прославлено в этом служении. Аминь. Мы споем общим пением вместе с оркестром, как тропинкою лесною. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сохни слезу с ресницы и улыбнись опять Должно всегда молиться, душой не унывать Как любит Бог вечный, увидишь ты не раз Нужны нам с Богом встречи, они утешат нас Не бойся только веруй, спаситель говорит Он все твои потери, о, благо превратит Как любит Бог вечный, увидишь ты не раз Нужны нам с Богом встречи, они утешат нас Субтитры подогнал «Симон» 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 деревню там несколько домов всего лишь было и бабушка заходим в дом и бабушка вот сидит там на постели ждет нас и брат который был ответственной с нами он говорит ну как вы тут сестра одна она так смеялась и говорит а я тут не одна я тут говорит с господом и нам как-то стало неловко потому что мы вроде пришли о боге говорить а тут человек с господом находится и что ты ему еще можешь сказать чем ты можешь его утешить поддержать но вот она нам нас больше наверное утешала как-то и укрепляла в нашей вере первое послание петра с первой главы петр апостол иисуса христа пришельцам рассеянным понти галатии каппадогии асии и вифинии избранным по предведению бога отца при освещении от духа к послушанию и окроплению крови иисуса христа благодать вам и мир доумножится благословен бог и отец господа нашего иисуса христа по великой своей милости возродивший нас воскресением иисуса христа из мертвых купованию живому к наследству нетленному чистому неувидаемому хранящемуся на небесах для вас силою божию через веру соблюдаемых ко спасению готовому открыться в последнее время осем радуйтесь интересно что апостол петр это один из учеников иисуса христа который наверное очень наверное больше мог рассказать характер иисуса христа который он пережил на своем каком-то опыте вспоминая может быть какие-то свои моменты и его ревностного может быть такого проявления его веры ходить по воде где может быть какие-то проявления были когда он рвался где-то в чем-то первым осуществить и этот характер в нем всегда как-то осваивался все большее с какой-то степенью но вот отречение наверное иисуса христа от петра из иисуса христа наверное это наверное пережить потом встречу с иисусом когда он говорит любишь ли ты меня вот эта любовь только наверное может быть особо сильно так вот петре отобразилась и он говорит иисус даже сам сказал что я через тебя образую церковь ты скажешь это слово и вот петр он поддерживал и можно сказать как писание говорит был столпом церкви и петр вот пишет определенной категории людей на тот момент уже существовала можно сказать такая большая община где были вот эти знатнейшие апостолы они совершали свое служение но здесь вот интересно что петр он поддерживает не просто какую-то большую общину он говорит что пришельцам рассеянным понти галате и каппадокии это вот та часть которая не имела больших таких церквей и с этой частью наверное где-то вот писание мы находим был акила и прескила он говорит был понтянин и и домашнюю его церковь то есть это свидетельство то что где-то в чем-то не было таких общин но не было таких может быть помпезных как как может быть даже мы сейчас имеем это он перечисляет дальше о господи нашем он говорит о всем радуйтесь так о чем нам необходимо радоваться чему он призывает чему он побуждает вот этих рассеянных которые не имеют вот это единение может быть друг с другом физического но они имеют что-то большее на небесах то что объединяет каждого из них и вот это слово но не просто радуйтесь оно здесь употреблено более сильное но говорит ликуйте торжествуйте и в некоторых местах писания но где-то вот приоткрывает нам как это должно происходить например мария сказала возрадовался дух мой о боге спасители моем помните это проповедь или можно сказать ее слово которое она донесла когда написано также очень схожее коренное слово 121 столме возрадовался я когда сказали пойдем дом господин то есть еще до того как он пришел дом господин у него вот эта особая радость пришла вот это побуждение христос сказал возрадовался духом и сказал славлю тебя отче господи небо и земли что ты утаил себя от мудрых и разумных открыл младенцам и так ибо такова было благо твоё благоволение то есть сам христос именно это же слово употребляет том что вот это сам христос возрадовался о тех людях и церковь которая образована здесь на земле это не просто те люди которые собрались муж попеть местью посмотреть хор это люди которые нуждаются нуждаются в боге нуждаются во христе нуждаются в его искуплении в очищении нуждаются его присутствие и вот этот текст который дальше говорит по предвидению бога отца при освящении от духа к послушанию окроплению крови иисуса христа я не буду останавливаться подробно как-то на каких-то темах достаточно большой обширный текст но чтобы мы увидели это направление которое петр дает именно для таких людей побуждает побуждает их радоваться побуждает их к определенному какому-то состоянию присутствие бога приближению к нему он говорит что это происходит освящение всякий человек который действительно пришел господу искренне покаялся мы понимаем писание открывает в небесный небесной сфере вот небесные жители они радовались они действительно ликовали они торжествовали это состояние небесного состояния вот о том что человек пришел к богу что вот эта пропасть которая разорванным между богом и человеком она сократилась она убралась посредством иисуса христа посредством его крови и это слово наверное которое сейчас прочитал но даже не для каждого чтобы возрадоваться необходимо действительно признать своим спасителем и господом люди которые не имеют вот это общение единение с богом они не смогут возрадоваться они не смогут действительно пережить сердце то уст то радость которая их когда-то соприкоснулась когда тяжесть грехов твоих она постоянно гнетет тебя когда ты понимаешь что мне надо что-то поменять моей жизни есть что-то происходит и человек проявляет веру когда слово божие открывает покаяние что есть вот этот доступ свободный к иисусу христу через иисуса христа что бог сам желает чтобы человек был именно в общении с ним но нам свойственно наверное все таки как людям которые ограничены земным каким-то вот обстоятельствами или где мы находимся все таки мы можем как-то выходить из наших трудностей ну например когда происходят какие-то катаклизмы ну какой-то степени мы можем удалиться от них переехать другой штат какой-то другой город сменить может быть дом который где-то близко находится к таким каким-то опасным участкам но может быть даже какие-то тяжбы когда происходит с каким-то человеком ну можно как-то договориться какие-то посерьезнее адвокаты какими-то путями когда происходят какие-то трудности но духовной сфере войти царство небесное не каждый может это та сфера которую я не могу никак повлиять я не могу на нее никак вот как-то воздействовать как-то схватить ее что-то вот я сегодня например проснулся и сказал я буду царстве небесным нет такого не может произойти это та сфера на которую я не могу влиять но у нас есть возможность да бог дал эту возможность через христа веруя во христа мы можем иметь вот вот это приближение единение с ним и вот дальше он говорит такие места что к послушанию окроплению крови иисуса христа благодать вам и мир до умножится хотели бы вы чтобы вашей жизни умножался мир и благодать каждый верующих человек он очень хочет этого он хочет какой-то особой мере присутствия бога в его жизни это настолько кажется вот простым и обыденным ну я уже верующий за господом я уже знаю знаю эти тексты писания а как это практически а как это чтобы моей жизни действительно благодать и мир божий он присутствовал и написано еще и умножался и когда мы пришли сюда в дом божий или у нашего желания которое возникает каждый хочет получить эту благодать от господа каждый хочет получить это слово которое даст ему эту способность еще ближе ощутить его присутствие с третьего стиха интересно что петр начинает благословен бог отец господа нашего иисуса христа по великой своей милости возродивший нас воскресением иисуса христа из мертвых купованию живому и дальше он перечисляет что это наследство нетленное чистое не увядающим еще которое находится там на небесах она не здесь оно как бы не здесь он показывает о том что как мы как оно происходит что бог помогает он действует и он верен своему слову что это царствие божие может человек наследовать но еще больше слово божие открывает что царствие божие говорит что внутри вас есть когда человек действительно обращается господу дух святой запечатлевает его имя написано кровью иисуса христа написано даму книгу жизни книгу акция некоторых текстов писания мы коснемся вот как слово божие открывает эти моменты и для того чтобы действительно ощутить и присутствие божие петр говорит осем радуйтесь много иногда бывает таких трудностей переживаний иногда даже наши наверное обстоятельства больше наверное похоже на того боксера который постоянно бьет нас в голову и ты с каждым ударом не всегда успеваешь даже оправиться не можешь даже понять а что происходит как мне за что схватиться но слово божие она призывает к тому чтобы человек всегда вот присутствует в этом состоянии радости это не просто какая-то человеческая эмоция это не просто какое-то переживание это глубокое сознание своей греховности насколько бог действительно возлюбил меня и иногда я даже вспоминаю с одним моим неверующим человеком которым я имел общение по работе ты когда ты пережил это встречу со христом ты ему начинаешь рассказывать о боге ему неинтересно он не может понять он видит только внешне какую-то часть эмоций но он не может заглянуть сердце он не может увидеть той радости которую ты ощутил вот с этим переживание которое было в твоей жизни это рождение это не просто даже было какое-то единоминутное но ты понимаешь что господь насколько тебя полюбил вот эту любовь христа она насколько в тебе именно осуществилась и в римлянам 10 главе слово божие оно призывает определенным действиям что 10 глава с 10 стиха ибо если устами твоими будешь исповедовать иисуса господом и сердцем твоим веровать что бог воскресил его из мертвых то и спасешься потому что сердцем верует праведности а устами исповедует ко спасению вот если в нашем сердце действительно есть эта вера она не сможет быть незамеченной быть ты не сможешь о ней просто промолчать ты не сможешь просто вот как-то рассказать о ней это будет твое исповедание этот моя твердость это моя опора это то куда я иду и люди которые сталкиваются они действительно вот понимают что все на этой земле вот даже приводя такой пример я столкнулся с одним профессором не так давно на гавайях и он очень образованный человек математик и мы разговаривали ся боги и он говорит я не верю богу его существования но он понимает что существует какое-то начало есть точка чего отталкиваться и кто к чему идет старение процесс старения которые ним как нельзя объяснить как это происходит к чему идет и вот бог так действительно в своем слове он говорит что положил времена и сроки что всякий человек который пришел в этот мир он в любом случае рано или поздно его жизнь здесь закончится он видит человек может видеть как происходят деревья они зарождаются увядают он может видеть человек не просто даже деревья а когда новая жизнь он может держать младенца на руках который произошел от него который имеет вот начало имея жизнь вчера буквально не было на сегодня он дышит сегодня она кричит разговаривает и он понимает когда он взрослеет и рано или поздно он у него произойдет это разрыв он видит это старение и вот слово божие говорит что мы нам необходим если я действительно верую верую воскресение иисуса христа что бог воскресил его сердцем верую то я буду исповедовать его я буду говорить о моем господи я буду говорить о том что он мой спаситель а почему это буду делать евреям 9 главе говорится о том что ибо если кровь тельцовый козловый пепел телицы через скрапления освещает искверненных дабы чисто было тело то кольме пача кровь христа который духом святым принес себя непорочного богу очистит совесть нашу от мертвых дел для служения богу живому и истинному и 24 стих ибо христос вошел в неракотворенное святилище по образу истинно устроенное но в самое небо чтобы предстать ныне за нас пред лицо божия есть часть та часть которая действительно здесь на земле еще действует это действует крови иисуса христа что через веру в иисуса христа через его крови у нас есть возможность приближаться господу есть возможность именно быть единение с ним когда мы действительно храни храним себя чистыми не оскверненными когда мы действительно осознаем насколько святость божия она не я не смогу как-то к богу приблизиться из-за его святости по не какой-то степени насколько мой разум может это понять насколько бог открывает но через кровь иисуса христа все возможно верующему и книга откровения она описывает не просто вот эти события которых мы сейчас живем как церковь как вот единое общение 21 главы 23 стиха и город не имеет нужды ни в солнце ни в луне для освещения своего ибо слава божия светила его и светильник его есть агнец и 27 стих и не войдет него ничто нечистое никто преданной мерзости и лжи а только те которые написаны у акции в книге жизни слава божия нам открывает что те люди которые действительно пребывают вот этом единение через кровь иисуса христа через акция через своего спасителя он написано также что он там на небесах будет являться этим светилом он будет там вот эти освещать этот город если дух святой действительно через его кровь присутствует моем сердце если я действительно ему покорен я смиряюсь перед его водительством происходит моем сердце очищение через его слово когда действительно осознаю и понимаю насколько бог показывает кто я для него насколько он любящий милующий всезнающий видящий текст писания говорит что я господь я проникаю сердце ему не нужно как-то глубже заглядывать сердце он и так и увидит ему все открыто я говорит господь если он действительно стал нашим господом наше сердце оно преисполняется радостью и если бывает так что ты понимаешь что что-то не так какой-то разрыв какой-то нет это единение господи просвети мое сердце открой покажи и многие вещи которые выявляются из моего сердца это наши наверное обстоятельства вот как у этих людей они написано были россии но у них не было такой возможности собираться вместе у них не было вот так вот иметь это общение и даже может быть так друг за другом мы не можем наблюдать помощи какой-то поддержки но такие обстоятельства они находились и петр радуйтесь есть ли некоторые герои веры которые в посещенном писании написаны а описаны это давид может быть моисей иосиф мне очень нравится 22 псалом котором говорит господь пастырь мой многие богословы и историки они ссылаются на то что этот псалом был написан когда давид уже был возрасте то есть он прошел какой-то определенный путь и вот он смотрел назад что господь пастырь мой ты видишь какие-то обстоятельства как господь тебе выводил как он тебе поддерживал как он тебя проводил через какие-то трудности он говорит господь пастырь мой и для каждого верующего иногда вот трудно наверное где-то увидеть выход из точки или из этих обстоятельств которые скапливаются вот одно другое нападает то слово боже говорит вспомни вспомни как я тебе вел ты помнишь я твой пастырь был я твой господь и ты вспоминаешь как самое наверное первое мое покаяние мое вот именно обращение господу мое первое наверное заключение с господом завета чрезводное крещение ты вспоминаешь как может быть бог благословлял твой твой брак как ты он бы и происходило это единение когда ты стоял перед церковью ты вспоминаешь может быть те моменты когда господь укреплял тебе выборе работы может быть когда переходили переживания особенно которые мы не так давно мы пережили пандемии когда вот у нас была эта возможность собираться вместе прославлять бога ну какой-то определенный момент настолько все быстро произошло и мы уже оказались дома и как когда мы после соединились мы скучали друг по другу по общению скучали потому как звучит хор по молитвам и может быть даже многие когда находились дома вдали от церкви сожалели о том что не произнесли эту молитву может быть слух я вспоминаю как одна женщина врачи поставили диагноз рак и далее возможность прожить всего лишь полгода и одну фразу которую оставил для своей семьи дети дорожите тем временем который дает вам господь рассказывать стихи петь петь песни господу не обязательно здесь на сцене иногда даже тогда когда ты находишься на работе находишься с кем-то вообще не машине пойте песни говорите господу говорите то что у вас на сердце действительно насколько любящий господь и мир и благодать божий она будет умножаться так писание говорит размышляйте о господи произносите это вслух а еще написано шестой стихи который я вначале наверно прочитал осем радуйтесь у нас нет великой радости наверное больше той которую мы имеем что мы посажены уже на небесах мы уже в госп с господом мы уже писано эту книгу жизни если останемся тверды непоколебимы до конца слонимся перед нашим господом и будем молиться и благодарить его за ту милость которую наказал к нам аминь отец мой небесный я благодарю тебя за ту милость которую ты оказал нам во иисусе христе что ты образовал господь здесь на земле церковь твоей великой любви и милости она живет господь существует и действительно врата ада господь они не одолеют и благодарю тебя за то что я могу приходить через кровь иисуса христа тебе во всякое время просить милости помощи твоей ты мой господь действительно мой пастырь который ведет меня во всякое время печется обо мне моем сердце ты печешься успея церкви твоей ты взращиваешь по и каждого особо так ты господи хочешь чтобы мы преобразовали успею образ твой были похожи чтобы мы были готовы к встрече с тобой боже мой подготовка каждого и работы успеете чтобы нашей церкви вот эта хвала господь действительно было подобающее это слава возносилась тебе туда на небес господи когда ты явишься чтобы как церковь мы были готовы радовались во всяком время несмотря на обстоятельства и трудности жизни чтобы ты был прославлен нашей жизни просим это во имя отца и сына и духа святого аминь аминь если я молиться перестану если вере я из не могу аминь и Благодарь, благодать, благодать великую Твою. Благодарь, 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 благодать великую Твою. Бог по-прежнему ведает буднями, всяким их направлений, всяким их направлением и скоростью. сносную на Голгофу и сбрось у распятия. Собери свою душу, разбитую по кусочкам, и склей упованием. Все сегодня тобой пережитое станет ясным на расстоянии. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего, от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне И смертные ужасы напали на меня Страх и трепет нашел на меня И ужас объял меня И я сказал Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне Поспешил бы укрыться от вихря, от буря Мне бы крылья Взлететь, как птица Далеко от житейских проблем От печали, тоски укрыться Мне бы чудных, больших перемен Мне бы парить в небесах надежды Не заботясь о завтрашнем дне Мне бы очищенные одежды Мне бы свет в окружающей тьме Мне бы радости, что без меры Что б лилась беспрерывным дождем Мне б живительной, твердой веры Чтоб не думать совсем о плохом А когда земные печали Окружат и укутают тьмой Мне бы духом в родные дали Устремиться, как в дом родной Долетев от невзгод укрыться Мне бы найти тот желанный покой Пред престолом Творца склониться И наполнить свой дух хвалой Но даны нам другие крылья Те, что вверх устремляют наш дух Когда падаем мы от бессилия И пленяет нас злой недуг Проходя путь земной тяжелый Нам подарено право летать Нам даровано Божье слово И молитва, чтоб к Богу взывать От проблем не уйти, не скрыться Птицей белой взмахнув крылом Надо просто усердней молиться И откроется дверь в отчий дом Аминь О, Иисус спаситель Ты услышь мою мольбу Лишь у Твоей груди я Утешение найду Иисус любимый Будь со мной Будь со мной Дай душе уставай Мир покой Дай мне Твоё прощение И не вспомни никогда Все реки моих падения Все реки мои падения Свой навеки навсегда Иисус любимый Иисус любимый Будь со мной Будь со мной Дай душе уставай Мир покой Будь со мной 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 Субтитры подогнали Симон. 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 4 глава 16 стиха. Субтитры подогнали Симон. Он сказал им, Субтитры подогнали Симон. Мы читаем. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. означает такой отрицательный момент. В английском язык. Это более нейтральное слово. более нейтральный момент. Но в русском язык. всегда задается вопрос. Ты религиозный. Ты религиозный. В этом вопросе. нету. этих правильный момент. их взаимоотношения с Богом. не твоим ли мы именем. именем пророчествовали. не твоим ли мы именем. бесов изгоняли. Иисус Христос скажет им, отойдите, я никогда не знал вас. Наверное, именно религиозные люди, они будут стоять там так же рядом. они говорят, они будут говорить, не твоим ли именем. Мы приходили на собрание. Мы пели общим пением. Мы жертвовали. И религиозным людям Христос тогда скажет, отойдите, я никогда не знал вас. Потому что религиозные люди, они не понимают и не стремятся иметь этих личных отношений с Иисусом Христом. у них нету живых отношений, у них нету живой веры. И поэтому мы видим, что проблема, что религиозные люди, они не стремятся и на самом деле они так и не достигают вот этих настоящих отношений со Христом. Более того, религиозные люди боятся этих отношений. И когда им приходится делать выбор, они сгоняют, они отвергают Иисуса Христа. Так как это произошло там в Назарете. Мы видим, что религиозные люди в Назарете восстали против Иисуса Христа. Они восстали против того толкования, которое Христос предложил на этот прочитанный текст. И более того, мы видим, что они вышли из собрания, они выгнали его вон из города, они повели его на вершину горы, чтобы там свергнуть его. Вот что такое религиозные люди. Они только в собрании религиозные, но они готовы убить, когда они выходят из собрания. И это уже религиозные фундаменталисты, которые готовы совершить это действие. И прочитанный нами текст говорит, что мы всегда должны проверять свое сердце. Мы всегда должны проверять свои мотивы, почему мы что-то делаем. Когда ради убеждения человек готов причинить другому зло, это уже что-то не так. Нам важно проверить, потому что эти действия показывают, как религиозные люди отвергают Иисуса Христа. Я сказал в этой истории, я вижу две причины, почему так происходит. Первая причина, религиозные люди отвергают Христа, потому что они не хотят покориться Его господству. Они не хотят признать Иисуса Христа Господом в своей жизни. Мы прочитали эту историю, и здесь сказано, что весть о Христе распространилась очень быстро. Написано, разнеслась молва о нем по всей окрестной стране, и сказано, он от всех был прославляем. Как жители Назарета воспринимали вот эту молву, которая распространилась об Иисусе Христе в этом регионе. Я думаю, наверняка они гордились своим земляком. Наверняка они могли сказать какому-то другому жителю другого города, что он с нашего города, я тоже с Назарета. И вот этот Иисус, о котором так много слышно вокруг, он тоже с Назарета. Наверняка жители Назарета могли задать вопрос, почему он везде проповедует, почему он в нашем Назарете еще ни разу не сказал проповедь, почему он не пришел сюда, в свой город. И мы видим, что молва разнеслась об Иисусе Христе, и наверняка они ждали его в Назарете. Они надеялись, что все-таки он должен прийти в свой город. Мы не знаем, как относились к Иисусу Христу жители Назарета, когда он вырастал в этом городе. Я могу предположить, что его сверстники, возможно, даже подсмеивались над ним, когда он был ребенком, когда он стал подростком, потому что он был святым. Потому что даже в детстве, даже в подростковом возрасте он никогда не грешил. Он никогда не делал чего-то неправильного. И, возможно, его сверстники по этой причине немного и подсмеивались над ним, считая его слишком правильным, видя, что он отличается от всех остальных. И вот теперь Иисус пришел в свой родной город. Он пришел домой. Мы знаем, что Назарет был небольшой деревней. Что это значит? Раскопки городов в Израиле, вот мы несколько раз были в Израиле, когда мы смотрим на все эти раскопки городов, эти раскопки показывают, что города в то древнее время в Израиле были небольшими поселениями. В основном города были распространены на площади примерно 5-10 акров. Это примерно как территория нашей церкви с парковочными местами. Таковыми были города. Назарет был деревней. То есть это говорит о том, что он был маленьким. Назарет считался, что занимал площадь примерно 3 акра. Это примерно как территория, вот где наше новое второе здание находится. Такова была площадь Назарета. И считается, что в то время в Назарете, это сегодня там проживает 70 тысяч человек. Во время Иисуса Христа считалось, что в Назарете проживало около 50 семей. То есть там находилось примерно 50 маленьких домов. И считалось, что в Назарете было 200, может быть, до 400 человек. Это примерно столько, сколько сидят вот здесь, в этом зале, не считая балкона. Это столько было жителей Назарета. Они знали друг друга. Они хорошо знали друг друга. Это была небольшая деревня. И поэтому мы знаем, что в то время было это изречение, которое Нафанаил когда-то сказал, может ли быть что-то доброе из Назарета. Это не потому, что Назарет был плохим городом, но это потому, что Назарет был просто маленьким и незначительным городишкой, маленькой деревней. Разве может Мессия прийти из такого небольшого городка, из такой небольшой деревни? Но есть еще одна деталь. Назарет находился в Галилее. А Галилея – это была особая область в Израиле. Там проживало много язычников на этой территории. Именно поэтому она называлась Галилея языческая. Там были и еврейские деревни. И вот как раз Назарет – это была чисто еврейская деревня. И евреи, которые жили в Назарете, они прикладывали все силы, все старания, чтобы отличаться от этих язычников, которые были рядом. Они показывали свое еврейство. Они были ревностными евреями. И по этой причине они были очень вспыльчивыми. Вы помните, что Петр был из Галилея? Иаков и Иоанн, которые хотели огонь с неба свести, чтобы сжечь этот город Самарийский, они были из Галилея. Они были такими евреями, которые видели этих язычников. Они рядом жили. Они хотели быть ревностными евреями, которые никак не принимали этих язычников, которые находятся рядом. И когда Иисус пришел в свой город, где Он был воспитан, мы читаем, в субботу Он вошел в синагогу. Я думаю, в эту субботу синагога была забита этими жителями. Наверное, все 400 или сколько они собрались. Синагога в Назарете не была таким большим зданием, даже как наш молитвенный дом. Все эти люди собрались туда, потому что они много слышали об Иисусе. И вот теперь Он пришел туда, и они собрались туда. Они все хотели слушать Его. Служение в синагоге в то время, оно было немножко похоже на то, как проходят наши собрания. Более того, даже наоборот, наверное, первые церкви, они строили свои служения, богослужения по принципу синагоги. То есть в синагоге всегда было пение, там всегда были молитвы, там было чтение Писания, там было толкование Писания или проповедь, которая звучала. И в конце опять молитва, благословение, которое произносилось. И причем вот этот текст Писания прочитать мог любой мужчина, который был евреем. Именно поэтому мы видим, когда Иисус пришел и вошел в синагогу, он имел право прочитать текст Писания. И сказано, что Иисус нашел текст из книги пророка Исаии. Это была 61 глава книги пророка Исаии. Он открыл, мы понимаем, что он не открыл, так как мы открываем книгу. Он взял свиток. В этом свитке, размотав этот свиток, он нашел то, что мы сегодня называем 61 глава Исаии. И он прочитал. Что именно он прочитал? Он прочитал текст «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благоветствовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Мы видим уже в этом прочитанном тексте Троицу. Сказано «Дух» и это указание на Дух Святой. «Дух Господень» и это указание на Бога Отца. «На мне» – это указание на Иисуса Христа, на второе лицо Троицы. То есть мы видим, что уже в первой проповеди, которую произносит Иисус Христос, которая записана в Евангелии, он указывает на Троицу. И сказано, что «Он помазал меня». Слово «помазал» в еврите – это «мешия». Это указание на Мессию. Мессия должен быть помазан. Мессия является помазанником. Христос является помазанником. И вот этот текст из 61 главы Исаии всегда и в то древнее время и сегодня евреи воспринимают как указание на Мессию, на то, что будет делать Мессия. Это программа Мессии. Это то, что должен осуществить Мессия, когда Он придет на землю. И мы читаем, здесь сказано, что именно должен делать Мессия. Он должен благовествовать нищим. Слово «благовествовать» в еврите, оно всегда указывало на провозглашение военной победы. Он должен нищим провозгласить эту победу. Мы видим, что Он должен сокрушать, исцелять сокрушенных сердцем. Он должен дать пленным освобождение. И мы понимаем, что у Исаии это были пленные Вавилона. Но когда Христос читал эти слова, Он говорил о тех, кто находится в духовном плену, в плену греха. Сказано, что Он измученным или угнетенным должен дать свободу. Это те, кто угнетены грехом. Они находятся в этом угнетении греха. И Он должен проповедовать лето Господне благоприятно. Буквально Он должен проповедовать год Господень. А год Господень в Ветхом Завете это был 50-й год, юбилейный год. Когда каждый 50-й год нужно прощать долги. Нужно отпускать рабов. И это должен делать Мессия. Он должен выполнить это для тех, кто примет Мессию. Но не для религиозных людей. Эта программа Мессии не подходила для религиозных людей, как тогда, так и сегодня и сейчас. И мы видим, что когда Христос прочитал этот текст. Дальше 21 стих, посмотрите. И Он начал говорить им. Он прочитал этот текст. Он закрыл книгу. Он сел. На него все смотрят. И Он начинает проповедовать. Он начинает говорить. Он начал говорить им. Ныне исполнилось Писание сие. И все засвидетельствовали Ему это. И дивились словам благодати, исходившим из уст Его. Им нравилась Его проповедь. Они ожидали, что это будет какая-то возвышенная, великая проповедь. Они слышали о том, как Он проповедует по всей Галилее. И теперь, когда Он прочитал этот текст о Мессии, им нравилась эта проповедь. Написано, они дивились словам благодати Его. Они кивали головами. Они смотрели друг на друга. Они понимали, почему вот этот их земляк стал таким известным. Почему Его прославляют по всей этой территории. Но им не понравилось, когда Он произнес слова, что этот текст исполнился сегодня и сейчас. И они перестали кивать головами. Потому что буквально Иисус сказал, Царствие Божие уже пришло. Мессия уже пришел. И этот Мессия есть Я. И в этот момент воцарилось молчание в синагоге. Мы смотрим на эту реакцию этих жителей Назарета, которые знали друг друга, которые знали Иисуса, который был воспитан, который вырос на их глазах. И вот теперь написано, что они удивлены. Они поражены. Они приходят в недоумение. И постепенно возникает негодование в их сердцах. И поэтому у них возникает этот вопрос, не Иосифов ли он сын? Что он думает о себе? Кем он считает себя? Мы знаем, кто он. Он на наших глазах вырос. И теперь он здесь, в этом городе, где он вырос, он заявляет, что именно он есть Мессия. И мы видим, что Иисус начинает озвучивать их мысли, потому что он знает их сердца. Он знает, что происходит в их голове. Он знает, о чем думают они. Он знает их реакцию, которые вызвали эти слова. И в 23 стихе написано, он сказал им, конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя. Это была известная поговорка в то время. И он приводит эту поговорку, он как бы показывает им, что они заявляют, если ты действительно таковой, если это твоя программа, если ты хочешь это осуществить, сделай это сейчас, в этом твоем родном городе. Сделай это прямо сейчас, чтобы мы увидели, что ты врач, который в своем городе осуществил то, что ты желаешь. Врач должен был помочь самому себе. Подумайте, чисто с человеческой точки зрения, какое искушение было у Иисуса Христа доказать свое величие и свою божественность в своем родном городе. Когда вы едете с Америки в ваш родной город, откуда вы выехали, или в деревню, откуда вы выехали, у вас есть это искушение? У вас есть искушение приехать с Америки, показать, кто вы теперь, и каков вы теперь, и как вы сильно отличаетесь от того времени, когда вы жили когда-то в этой деревне? У Иисуса Христа, возможно, было это искушение в этот момент доказать тем, с кем он вырос, и показать тем, кто, возможно, смеялся над его святостью, показать, кто он на самом деле, и в этот момент сделать какое-то чудо, чтобы они ахнули, чтобы они увидели, чтобы они поняли, кто он есть на самом деле. Но в 24 стихе он говорит, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Это принцип, о котором он говорит. Этот принцип в том, что назаритяне не примут его с распростертыми объятиями, как пророка, потому что Иисус не сделает этого чуда. Он не сделал чудо в пустыне, когда дьявол побуждал его к этому. И он не сделает этого чуда здесь, в Назарете. И он будет отвергнут жителями этого города. Он будет отвергнут, как все другие истинные пророки Ветхого Завета. Кого из пророков не гнали, отцы ваши? Вы помните этот вопрос, который задает однажды Стефан? Более того, мы видим в этом тексте, Иисус приводит две истории из Ветхого Завета. Первая история о Илье и вдове в Сарепте, Сидонской. И вторая история о Елисеи и исцелении Немана. Вот эти две истории Иисус рассказал, чтобы показать им их состояние, состояние их сердца. Потому что Израиль, вот в то время, и во время Ильи, и во время Елисея, он был на самом низком уровне духовного состояния. Вот в этом идолопоклонстве, в котором они находились, в состоянии нравственного разложения. Именно поэтому в то время пророки были гонимы. И Илья, и Елисей, это было отношение людей, которые были в этом греховном состоянии. И мы помним, что Бог сказал Елии и помолиться, чтобы не было дождя. И не было дождя. Не было дождя три года и шесть месяцев. И как результат, голод наступил в этой стране. И это означало, что сам Илья нуждался в пище. И мы знаем, что Бог сказал ему, что ворон будет кормить его. И он находился там какое-то время, пока высох этот источник, откуда он воды брал. Сам Илья начал нуждаться во время этого голода, в котором он был. И мы видим, что Бог мог выбрать любую вдову из еврейского народа, которой бы он поручил заботиться об Илье. Но Бог выбрал язычницу. Бог выбрал эту вдову в Сарепте-Сидонской на языческой территории. Бог выбрал именно эту языческую женщину, и через нее Бог заботился о пророке Илье. И мы видим во второй истории, также было во время Елисея, было много прокаженных в Израиле. Но исцеление получил только один язычник, Нейман, который был сирианин. Мы задаем вопрос, почему Иисус привел эти две истории? Иисус приводит эти две истории из Ветхого Завета, чтобы показать, что те проблемы, которые были у их отцов в древности, эти же самые проблемы по-прежнему есть сегодня у евреев. Те проблемы, которые были у религиозных евреев давно, те же самые проблемы есть у религиозных евреев в этот момент, когда Христос проповедует. Я хочу добавить, те же самые проблемы есть у религиозных людей сегодня. Они также воспринимают все это, о чем говорит Христос. Потому что, как в древние времена, религиозные евреи не принимали и изгоняли пророков. Так происходит и во дни Иисуса Христа. Он тоже будет отвержен. Он тоже будет гоним своим собственным народом. И вот эти две истории, они прозвучали обидно для религиозных евреев. Они показали, что Бог предпочел евреям язычников. И вы помните, что из себя представлял Назарет вот в этой территории, окруженной язычниками? Вы помните, как они сильно хотели отличаться от язычников? Как сильно они хотели быть правоверными, настоящими, ревностными евреями? Но Христос напомнил им, что Бог предпочел не евреев. Бог выбрал язычников в тех ветхозаветных историях. И не только это. Это говорит, что никто во время Илии или Елисея, никто из религиозных евреев в то время не заработал Божью благодать. Благодать дается незаслуженно. И Бог проявил благодать этой вдове царептий Сидонской. Не потому, что она была лучше. Бог проявляет незаслуженную милость этой вдове, когда к ней посылает Илью. Бог проявляет незаслуженную милость. Благодать этому военачальнику Нейману, который ничем не заслужил ее. Но это незаслуженный дар. Это милость, которую Бог оказал, когда Елисей совершает это действие, и Нейман получает исцеление. Мы видим, что Бог проявляет это действие, чтобы показать милость. Милость не заслуживается. Благодать заработать нельзя. Она даруется как дар, как подарок. И наверняка религиозные люди в той ситуации могли бы обвинить, что Бог поступил несправедливо. Почему Он выбрал тогда язычников? Почему Он не выбрал евреев, которые старались сделать все верно и правильно? Истинно, Бог оказал милость. И поэтому религиозные люди не могут понять Божью милость. Они строят отношения с Богом на основании того, что они зарабатывают, они делают, они хотят, они стараются, и они именно это ставят своим основанием, что Бог на основании их стараний будет особое отношение к ним иметь. Мы видим в этой ситуации, как важно признать религиозным людям свою гордость. Это то, что не сделали жители Назарета. Потому что, когда мы переносим эту историю на наше время, и проверяем себя, и проверяем свою религиозность, мы должны задать вопрос, неужели в нас нету этой самоправедности порой, и религиозности. Неужели в нас нету этого чувства, что я много делаю для Бога, и Бог должен это заметить, и Бог должен правильно отнестись ко мне. Но мы должны понимать, что религиозность, она всегда противопоставляется милости Божией. Религиозность всегда противопоставляется благодати Божией, которую Бог дает не по нашим заслугам. И когда человек приходит в раскаяние Богу, он радуется тому, что Бог простил его. человек радуется тому, что Бог дал ему дар вечной жизни. Но в какой-то момент в христианской жизни человек вдруг начинает, я имею в виду христианина, любой христианин вдруг начинает чувствовать какое-то, ощущать чувство дискомфорта. Потому что Евангелие начинает всякому человеку показывать его гордость, всякому человеку показывать его собственную праведность, от которой нужно избавиться. И каждый из нас начинает ощущать вот это действие Бога, который показывает мою гордость, показывает мою праведность, показывает мою религиозность и мое желание своими действиями, своими поступками как-то заработать что-то от Бога. и мы видим, что Иисус показывает нам свою святость. И нам очень важно, подобно апостолу Павлу, прийти к этому выводу, чтобы сказать, ибо я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, что-либо доброе. Нам важно увидеть свое состояние, чтобы получить от Бога милость, чтобы получить от Бога благодать, а не заработать того, что мы хотели бы. И вот в этот момент, когда Божье Слово касается нашего сердца, когда оно показывает, кто мы есть на самом деле, нам важно принять решение, нам важно признать свою гордость, признать свою религиозность, признать свою греховность и подчиниться господству Иисуса Христа. Поэтому очень важно признание господства. Мы видим, что Иисус прочитал это пророчество Исаии, и Он сказал, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Это очень сильное было заявление. Это заявление было о том, что пророчество Исаии, которое было написано за 700 лет до Иисуса, оно было о Нем. Оно было об Иисусе Христе. И посмотрите, что сказано в этом пророчестве. Сказано, что Дух Господь на Нем. И мы видим, что в этом стихе сказано, что Мессия, Он пришел, чтобы тем, кто сокрушен сердцем, проявить свою благодать. В этом тексте сказано, что Он осуществляет свое действие нищим, сокрушенным сердцем, пленным, слепым, тем, кто измученный. Это все духовный смысл. Это все духовное состояние человека. Когда в этот юбилейный год прощаются грехи, и Бог дает свободу человеку. И в этом как раз и иллюстрация спасения, которое однажды совершит Мессия, который Он сегодня осуществляет. Он освобождает нас, Он дает нам благодать, Он дает нам спасение. И мы видим, что Иисус дарует это спасение всем тем, кто принимает и осознает свое истинное состояние. Всем тем, кто отвергает эту религиозность и видит свое состояние плена, слепоты, свое состояние греховности перед Богом, чтобы получить от Него это благословение, эту милость. Но мы видим, что жители Назарета не приняли Иисуса. Они не приняли его как пророка, и более того, они не приняли его как мессию. Их вопрос был, не Иосифов ли это сын. И нам сегодня, когда мы смотрим на то, что сделали они, нам важно задать вопрос, а я принимаю господство Иисуса Христа? Мы не спасаемся религиозностью, мы спасаемся Божьей благодатью. Поэтому первая причина, почему религиозные люди отвергают Христа, они не признают его господство, они не признают, что он Господь, пред которым нужно преклониться и принять благодать, которую он дает. Есть вторая причина. Вторая причина, религиозные люди отвергают Христа, потому что они не хотят признать свое греховное состояние. Жители Назарета считали себя хорошими, правоверными евреями, они не такие, как язычники, которые живут вокруг. Они пришли в синагогу в субботу, это ставит их в особое положение, они чтут Бога, они чтут субботу. И когда Иисус начал проповедовать, что Мессия придет для нищих, для измученных, для слепых, для сокрушенных сердцем, они не считали себя таковыми. Они не считали, что это они должны быть нищими, слепыми, измученными. И потом, когда Иисус сказал, что Бог пошлет благодать не евреям, а язычникам, как это можно было перенести этим евреям? Как им можно было принять, что Бог отвернется от этих евреев, которые стараются все делать правильно, и что Бог обратится к язычникам? Они считали себя благочестивыми, но после этих слов они пришли в такую ярость, что выбежали из синагоги, это в субботу было, в особый день, они покинули свое собрание, и они, благочестивые евреи, готовы в этот день, в этот момент убить человека. Интересно, что Иисус позволил им вывести его из синагоги, Иисус позволил им толкать его на вершину этой горы, и это не был путь пять минут. Он позволил себя вести из города на самую вершину этой горы, чтобы показать их состояние. Чтобы они сами увидели состояние своего сердца, своей ярости, своей ненависти, своего истинного состояния, когда они вот в этом гневе, они все этой толпой, они ведут Христа, они толкают его туда, на вершину горы. Это состояние сердца религиозных людей, которые изгоняют Иисуса. И тогда, и сегодня. И сегодня, и сейчас, религиозные люди таким же самым образом относятся к Иисусу Христу. И мы видим, что только на вершине горы Иисус чудесным образом прошел, написано, посредине их, и удалился. И это показало, что они не такие хорошие евреи, как они думали о себе. Они были хорошими только до того момента, пока кто-то сказал что-то против них. Только до того момента, пока Иисус показал им настоящее, истинное состояние их сердца. И когда Иисус показал им, кто они есть на самом деле, они в ярости вскочили, они повели его туда, чтобы убить, чтобы сбросить его с этой скалы. И нам важно здесь спросить, а что Библия говорит о состоянии человеческого сердца. А каково наше сердце сегодня? Когда Иисус через Свое Слово, Он показывает нам наше состояние, Он просвещает наше положение, Он показывает нашу возможную религиозность. Мы нищие сердцем, так говорит Библия. И мы должны признать это. Нам нужно признать свою нищету пред Богом, а не значимость или религиозность. Мы не можем своими делами заработать спасение. Мы не можем как-то заработать вход в небо. Нам нужен Иисус Христос, Его благодать, Его милость, которую Он оказывает. Потому что мы духовные пленники в рабстве греха. И нам нужен Мессия, который даст пленным освобождение. Нам нужен Мессия, который открывает наши глаза. слепых делает зрячими. Потому что человек находится в этой темноте духовной, темноте греховной. И Христос открывает нам глаза через Своё Слово. И всякий раз, когда мы читаем это Слово, наши глаза открыты. И всякий раз, когда мы перестаём читать Божие Слово, опять приходит слепота. Как бы мы ни думали о себе, что мы хорошие, мы всё знаем, как только мы перестаём читать Его Слово, обязательно приходит эта слепота. И кроме того, Писание показывает, что это мы измученные. Буквально слово измученные, или как здесь написано, измученных отпустить на свободу. Слово измученные это разбитый на куски. Это и есть тот человек, который сокрушён сердцем, сокрушён духом. Вот к таковым приходит Мессия. И поэтому главная причина, почему религиозные люди не знают Христа в том, что их гордость не позволяет им видеть настоящее состояние их сердца. Мы знаем, что таковой была церковь Владикия. Они тогда говорили, что я ни в чём не имею нужду. Это были религиозные люди, о которых сам Христос сказал, что ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и нак. Чтобы дать возможность проявления благодати, нам нужно признать своё состояние. Нам важно признать, кто мы есть на самом деле. Но религиозные люди, они не видят своего состояния, но принятие Христа начинается именно с этого. Давайте сделаем некоторые выводы с этой истории. если вы в собрании сегодня, если вы слушаете эту проповедь здесь, или, может быть, по интернету, нам важно применить этот текст себе. Нам важно понять, что жители Назарета не хотели принять это Слово Божие. Вопрос, захотим ли мы сегодня принять это Слово. Жители Назарета знали Иисуса. Они знали, кто Он есть. Но также и мы знаем Иисуса Христа. Мы привыкли к тому, что мы знаем Его. Мы привыкли, что мы всю жизнь слышим о Нем. Мы можем в себе выработать такое же отношение какой-то посредственности, которое было у жителей Назарета к Иисусу Христу. Но они не знали Его как Спасителя и Господа. Если вы верующие с детства, если вы давно ходите на собрания, годами, то очень легко научиться не воспринимать Божье Слово к себе лично. Оно звучит, оно привычно, мы много раз слышали его, и мы не позволяем порою проникать этому Слову в наше сердце. Потому что мы думаем, что в покаянии нуждаются люди неверующие, те, кто никогда не слышали о Боге. А я верующий, а я хожу на собрания, а я хороший христианин. И здесь звучит вопрос, а как насчет нашей религиозности? А не оказываемся ли мы в том же самом состоянии, как жители Назарета? И поэтому я хочу, чтобы мы задали вопрос, что Слово Божие сказало каждому из нас сегодня? Не отвергаем ли мы Иисуса в этот момент, когда звучит Божье Слово? Второй вывод, который я хочу сделать, если вы отвергаете Иисуса своей религиозностью, никто не знает, будет ли у нас еще одна возможность принять Его. Потому что жители Назарета отвергли Его, и написано, что Он, пройдя посреди них, удалился. И многие богословы считают, что это была Его первая и последняя проповедь в Назарете. И больше Иисус не проповедовал там. И отвержение Иисуса, это может быть катастрофа, последствия которой уже нельзя будет изменить. Интересно, что когда Иисус читал из книги пророка Исаии, Он не прочитал окончание этого стиха. Потому что вторая половина этого стиха звучит, что Иисус будет проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. И мы задаем вопрос, почему Иисус остановился и не прочитал весь этот текст полностью. И причина в том, что в Своем первом пришествии Его главная цель это благая весь спасение для нищих, для слепых, для измученных. А второй раз Он явится как судья. Он принесет суд и мщение для тех, кто отверг Иисуса Христа своей религиозностью. И поэтому Иисус сказал этим людям, жителям Назарета, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И слово слышанное вами означает возможность принятия благой вести. Сегодня мы все слышим Слово Божие. мы можем или принять его, или отвергнуть его. Если мы отвергнем его, мы не знаем, окажемся ли мы как жители Назарета тогда. И мы считаем, что все в синагоге исполнились ярость, и они повели его туда, на вершину горы, они хотели свергнуть его. Мы видим результат, что Иисус привел этот библейский пример, и мы должны задать вопрос, как это к нам относится. потому, что жители его собственного города, жители его собственного народа, желали убить его. Это был момент, когда Иисус особо был близок к смерти. И более того, эта история показывает то, что однажды действительно произойдет. Мы были в Назарете, в Израиле. Мы были на этой горе, которая так называется гора свержения. Город Назарет находится в подножии этой горы, и там, на этой горе, крутой обрыв, огромная высота. И вот там, в этом родном городе, в субботу, он был почти убит. И я сказал, что эта история, она показывает, она иллюстрирует, она как бы дает нам указания на будущее, потому, что через какое-то время, уже не в Назарете, уже в Иерусалиме, там же религиозные люди достигнут своей цели. Иисус будет отвержен, и Он будет убит, Он будет распят на Голгофском кресте. В этом цель, желание и стремление религиозных людей, которые отвергают Христа и предают Его смерти. Такова их реакция. И нам важно задать вопрос, а какова моя реакция? А как сегодня на это слово, которое звучит ко мне, я буду реагировать? Как важно нам, чтобы это слово просветило мое сердце, чтобы Господь сказал мне то, что Он хочет сказать, чтобы я не отверг Его слово, чтобы я не стал религиозным, чтобы я не стал перечислять свои заслуги, чтобы я признал себя нищим сердцем, потому что блаженны нищие сердцем, они узрят Бога. Поможет нам Господь, принимая это слово, молиться пред Господом, каяться и принимать Его благодать. Незаслуженный дар прощения от Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь. Давайте помолимся Господу. Господь, мы благодарны Тебе за дар благодати Твоей, за дар милости, за дар прощения, незаслуженный дар, который Ты проявляешь и даруешь всякому верующему в Тебя. Мы сегодня принимаем Твое слово, мы благодарим Тебя за то, что своим словом Ты просвещаешь сердца наши, чтобы показать нашу гордость, нашу самоправедность, нашу порой религиозность. Господи, помоги нам, видя свое состояние, идти к Тебе за прощением, чтобы иметь эти живые, искренние отношения с Тобою, чтобы веровать в Тебя, следовать за Тобой и быть верным Тебе всегда и во всем. Аминь. ПЕСНЯ 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 Мы уже, вникая в слово Твое, могли определять, знаем ли мы Тебя. Не просто знать о Тебе, но знать Тебя лично, знать сердце Твое, знать, Господи, волю Твою по отношению к каждому из нас. Благослови в этом церковь Твою. Уповаем на Тебя, благодарим Тебя, Бога нашего, и славим Тебя, и превозносим Тебя. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.